Всем привет! Мы возвращаемся в Дипонию. Дроггельпехер. Начинается с руганье, как мы видим. Так, крупная карта утконоса. И нам нужно доставить распоряжение Папаше. Да, пять листиков. Так, рынок. Дружище, теперь я член клуба утконосов. Поздравляю, ты официально присоединился к утконосьему сообществу. Не надо будет бриться на голову или носить робу. Нет, но ты получишь бесплатный экземпляр справочника утконоса. А без этого никак нельзя боитесь. Храни его. Когда-нибудь он спасет тебе жизнь. Угу. 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 Утконосов. Третье издание. Посмотрим, что тут написано полезного. Угу. 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 Утконос каждого вида, который защищает гнезда от воров. Матери тщательно прячут яйца этих стражей гнезд. Есть четыре вида утконосов, значит, из стражей должно быть четыре. Мне нужно найти четыре яйца стражей гнезд и высидеть их. И тогда все утконосы исчезнут из меню ресторана. И я наконец смогу пригласить голу поужинать. Этот план настолько безумен, что он просто обязан сработать. Так, земляной утконос, летучий, водный и огненный. Вперед резиновая рука Руфуса. А раньше получалось. Согласно справочнику, это яйцо летающего утконоса. Круто, его как раз в моей коллекции не хватало. Опа. Я помню одну. Так, а где? Вот еще одно. Одно над домом дока. Согласно справочнику, это яйцо водного утконоса. Как раз в моей коллекции такого не хватало. Так, карта где тут? Одно я видел в Белл Вью. На земле лежало. Так, дом дока. А, я тут и нахожусь что ли? Так, магазин оружия. Вон двор мастерской тока. Вот тут же вроде было. А, яйцо в трубе. Давай наверх. Ну ты уж испугался, потому что забыл. Это яйцо огненного утконоса. Как раз нужно для моей коллекции. О, черт. Ага, оно не доставается. А пылесосом. Наверняка, найти способ попроще, говорят. Такие появляются раз за поколение. Но антенна его. Не хочешь, да? Так, давай в док. К доку тогда. Вот она труба. Сейчас посмотрим, где она. Откуда дым идет. Машина у дока, конечно, пипец. Привет. Руфус. Как твои дела? Ты починил подушку безопасности гондольера? Да. Все в ажуре. Запасная уже ждет на пристани перед магазином. Но я все равно не понимаю, как так вышло. Готов спорить, но за этим стоит преступный гений. По мне так это скорее обычный вандализм. На что я жалуюсь? Как бы не эти вандалы, мне бы давно пришлось прикрыть свою лавочку. Слава хулиганам и вандалам. А, похоже, Гиллиган все-таки впарил эти негодные картриджи. Вот негодяи. Разум Голд теперь находится на этих трех картриджах. Так, это мы все помним. Классный офис. Точно. Спасибо, Руфурс. Я бы оставил немного по-другому, но и так неплохо. Я знаю. Экранирование генератора плоховато сочетается с индукдиционным полем магнитного соляной, да в основном конденсаторе. Но что же делать, если приходится работать с частотами больше 6 ГГц, да еще и при постоянных 30 Тесла? Ну да, надо прикинуть. Я бы сдвинул генератор немного влево. Но при такой напряженности поле это же будет очень опасно. Не хотелось бы случайно создать у себя в офисе нейтронную звезду. Ну ладно. Ты же понимаешь, о чем мы говорим? Конечно, я понимаю. И все равно надо подвинуть левее. Но если ты так считаешь, больше ничего не заметил странного? А морозилка тебе зачем? Я там храню запасные мозги для своих операций. Ну и обед свой там же держу. Но сейчас там пухтсто. В куче льда ни мозгов ни пожрать? Прям как на показе мод. Ни мозгов ни пожрать. А что это за хитрая машина там за дверью? Даже близко не вздумай к ней приближаться. Это часть моего эксперимента по оживлению мертвых клеток мозга, нацеленными электромагнитными импульсами. Это часть моего эксперимента. Правда, есть побочные эффекты. И я пока не знаю, что с этим делать. Какого плана эффекты? Электрическое поле настолько мощное, что пространство вокруг генератора сворачивается. На одежде остаются складки, не отгладишь. Можно у тебя несколько инструментов взять? Конечно, бери. У меня осталось буквально пара последних штрихов. Для этого мне нужен только молоток и немного жвачки. Звучит отлично. А мой офис был лучше. И больше. Правда? Это который в доме твоей бывшей подружки? Да. И не просто больше. Там было больше этих светящихся штук. И этих штук, которые, ну, у двери. Выключатель, что ли? Именно. Я тогда провалю. Проваливай. Так, про ни мозгов ни пожрать не понравилось. Ложить туда пока нам нечего. Какие-то мотконосы вылупятся в мёрзлой земле. Надо посмотреть справочники. А, да. Земляные. Это будет всё эту чушь. Запоминать. Главное, главное мы заметили, запомнили вернее, что мы сюда яйцо положим. А всё тут не просто так. Так, я бы машину включил, честно говоря. Не обязательно, говорит. У меня всё время, что мне нужно. Не играй с оборудованием. Ты можешь случайно открыть пространственную дыру. Так, я пока в тупике. Ладно, я помню где третье яйцо. Оно в Беллвью. Вот оно. А вот ещё один. Коллекция растёт. Опа. А ну стой. Ничего, давай. Он, по-моему, не вылезет, пока я все дырки не закрою. Так, а чём-нибудь я ещё могу? Нет, у меня ничего нет. Вот. Вот в этом часто появляется его угловой. Угу. Угу. Систему не могу определить, то есть, каких он появляется. Ну, блин. Так, пускай, по-моему, через ряд. Настоящие мужчины никогда не сдаются. Так, это у нас земляное, мы его сразу... В морозильник. Просто посмотреть, что будет. Согласно справочке, земляный тканоз и вылупляется в мёрзлой земле. Не хватает только земли. Ну, ёлки-палки. Так, у дока точно нет ничего, да? Вроде печки. Значит, надо выковыривать это яйцо как-то из трубы. Так, и ведро с белой краской ещё непонятно для чего. Субтитры сделал DimaTorzok ты резиновый звук тут к нас according to the field guide fire platypus is group high bed i can find a much easier way but i'd better not take the risk it says they were doing it не хочет ты тут странная система какая-то муж как-то соединить according to the school так double trouble а вот она печь надо ее растопить наверное а не растопить то яйцо которое достану из трубы в печь вылупляться может у бампер для знаменитого краш теста руфуса нужны ноги и немного силы нет это можно пнуть вот и немного не то вот горшок землей у меня плащ и так весь в грязи перемазан если мне нужна еще грязь нужно найти куда ее складывать в ведро может быть это всего лишь грязь но она ничем не хуже остального хлама который я с собой таскаю уже кое-что так дерево к палету это что такое записка от нашего великого капитана оставь себе мне не нужно ничего из того что у него есть мне кажется он заинтересуется куда больше чем что у тебя есть ну-ка покажи а это за не пишите больше не нужно нить нужно нить я прочитал а у тебя есть есть но я и но мне это нужно все ладно она твоя заберу будь спок у него все есть хлеб свеча вода так нитка то где нашлась про воду сейчас минут затаримся яйцо в воду положим у меня еще одна записка сигала ой нет у меня плохое предчувствие мне нужно вода можешь забирать забирай забирай я хочу подготовить операцию на мозге не открыть киосок с мороженым так ага значит это пока не так нить крючок ну это логично пока зачем вообще люди говорят что ничего не смысл в рыбалке я сделал рабочую крюка штучка дрючку письмо сигал о нет мне нужны свечи значит еще и свечка ладно она твоя забирай да уж и заберу про хлеб угадай-ка что у меня есть еще одна записка угадал мне нужен хлеб уголь у него вот а вот же уголь у него вот мы у него и затарились тут искал почтовый ящик и снова я и на этот раз забирай все что найдешь мне больше вообще ничего не нужно раньше немного тишины поплакать перед сном прекрасно уголь и урна ты че делаешь ты же сказал я могу брать что угодно но это же прах моей мочи не я придумал эти правила у нас наверху там было я только подогнал их под себя наверху был этот флагшток реагирующий на прах вон там вот она труба цоп если бы я мог натянуть штанины получилось бы отличная катапульта но к чему их прикрепить определенно чего то тут не хватает но буду иметь ввиду катапульта прикрепить летучий утконос может быть согласно справочнику яйцо летающего утконоса славно-славно коллекция пополняется может этим яйцом надо стрелять он на лету вылупится пока он поднят это самая высокая точка острова но так я не могу положить туда яйцо оно выкатится с другой стороны а мы зашьем отличная идея теперь надо просто где то закрепить конец и у меня получится идеальная катапульта а вот есть специальная ничто не случилось а нет 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 почему то у меня в руке остался не сильно натянутый ветроуказатель клик мая катапульта и штанов почти готова нужно ее натянуть как то ну под это поднять флагшток значит идея правильная пепел надо достать из трубы фраг через трубу засосало в машину так я его никогда оттуда не достану а в машину какую а фильтр вот же пыль пылесос скажу сразу я вовсе не намерен здесь убираться я просто хочу испытать всасывающую мощность ручного пылесоса она никакая жалкие остатки такого ворса у меня на плаще полно воооо поднялся по-моему она сейчас будет первенец именно осталось только развязать узел и тогда а это что сейчас за номер я не могу развязать это чертов узел и почему я такой гениальный вязатель узлов у нас рыба бритва есть точно моя отклоносия катапульта заряженная готова к стрельбе вот так ух ты идеальная траектория наверняка его можно использовать повторно хм забрал вас прессует флагомат ага удобно напоминает каблук женской туфли так ну у нас плюс один яйцо видимо в печку положить пыль тоже кстати у нас осталось земляной земляной сейчас я в этот отнесу свечку папаши пока погожу отдавать так аквариум с рыбками а а ну-ка согласно справочнику водонаконосы уплятся в пасти живой рыбы зебры и рыба зебра живет в пресной воде ух значит это не наш случай а вот рыба зебра понятно это не тот это же кучка пепла который закидал флагомат возможно я уже смогу еще использовать не хочу говорить не хочу говорить нищие вещи да понятно цветы ну-ка все равно это сорняки а сорняки цветы нам никак не могут пригодиться там на свидание еще как-нибудь сорняки из них даже салат не приготовить даже если ты очень любишь салат может полить яйцо все равно не нужно а сейчас это фу salt н 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 Утя, 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 смотри каких вкусняшек я принёс Папа Руфус. Давай, отойдём. А, его так поймать надо. Эта река может соорудить что-нибудь полезное. Сачок летающих утконосов? Нет, вообще-то. Да, конечно. С пылесосом тоже его вряд ли поймаю. Я не думал, что их ещё ловить надо. Может просто руками? Маш, уйдём вон. А, как же залезет. Ну хоть что-то, осталось только изловить его и посадить в гнездо. Блин, всё унесло обратно сажать. Так, ладно, пока. Пока, ладно, сейчас увидим второго. Я абсардастил, но это не горит. Свеча есть в баре, наверное, надо её там поджечь. Ну, сейчас мы пока сходим к доку. И в морозилке выведем ещё одну утконос. Кто у нас тут? Бу-бу-бу. Эй, ты чего? Привет. Такой маленький, уже такой злобный. Утя-утя. Угу. А как их? Ну… Где-то, что у крана есть якобы только то, что ему правда нужно, весь его хлам бесполезен. Думаю, он просто выпендривался. Так, что-то вся красивая идея расползается по швам. Так, может быть яйцо? И не надо доставать, а просто разжечь печь. Так, бар где у нас? Угу. Всегда нужно иметь источник открытого огня в плаще. О! Горетка, гори! Ну так он пусть там и выводится. Я тут запрыгнула в этот трубопровод саму, придется мне его как-то оттуда достать. Угу. Счастлива? Приятного! Счастливае мультина чтобы она выкатилась что за галичный как-то или вообще не в ту сторону надо чтобы она бежала так то есть вот сюда вот 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 ну почему он не туда катится ничего не могу понять этот вообще бесполезный ну как не переключай и и и и и и и и на во как тут блин на дырке кататься надо нажимать и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 водных утконосов, понятно. А, нет, земляной утконос надо в Беллвью его нести. Вот тоже надо как-то ловить. Там гнездо было. Уорса тут, говорит, достаточно с моего плаща налипло. Напугал. Что тут за рыбу-зебру? А, рыба-зебра, вот, нужна же вот эта. Слышь, товарищ рыба, где там твоя супер-наживка? Вот только за ней собрался. Иди, иди, иду, иду. А теперь брысь. Рыба-зебра, вот эта тигровая, которая выпрыгивала, наш полосатая. Что это такое? А как ты думаешь? Особая наживка. Похожа настоящую. Держи так тигровую рыбу. Блин, надо яйцом туда. Яйцо, яйцо в неё, яйцо. Блин, а? По-моему, идея правильная. Воплощение подкачало. И что это такое? А как ты думаешь? Особая наживка. Потому что на самом деле я настоящий рыбак, не рыбак. Если бы, говорит, тебе было хоть чуть-чуть мозгов, ты бы отчетливо понимал, что это не наживка. Наверняка можно совершить что-нибудь полезное. Сачок для летающих утконосов. Это же точно-то сачок с картинки в справочнике утконосов. Хорошо же такой гениальный изобретатель. Иначе мне пришлось бы делать все методом проб и ошибок. Да, реально сачок. Так, в Белью. Утя-утя. Опа! Есть! Гнездо земляных, он у нас мерзнет, сидит. Здесь эксперты утконосом собирают ингредиенты для своих кулинарных изысков. Во всяком случае, пока гнезда никто не охраняет. Ммм. Сачком. Исчез. Сачком. Аута, аута. Аута, аута. может наживку а нет так он там могут акула плавать мушьи вот и трикона нарядить как-нибудь ну нет просто акула плавает бульк может это не водный утконос но плавает здорово злобный так а летучий где гнездица так здесь одно гнездо земляного а вот она летучих утконосов вперед мой утка клевый друг вот тебе гнездо для охраны так по крайней мере два мужа сделали 4 земляной тоже известен где вот он гнездо и водный тоже здесь и на водный пока даже неизвестно как вы сидит сиживать Субтитры делал DimaTorzok Прям серия задачек Нужна рыба-зебра Штаны у нас пропали Так что рыба-зебра Это у рыбака Тигровая Ну блин Почему я ее взять не могу Пылесосом Просрученные таблетки Может, растворить Может, говорит, туда лучше Дельное что-нибудь насыпать Крысиный яд, например Или красный перец Скучный кипс Еще более скучным хобби Погляди-ка на это Не слабая штучка, что скажешь Только не говори, что ты ее сам поймал Именно так все и было Ничего себе Блядь, я в тебе ошибался Но, раз у тебя так много рыбацкой удачи В чем-то секрет Это потому что я очень расслаблен Это важное качество, которого у тебя нет Настоящий рыбак настолько расслаблен, что без складного стула из дома не выходит Если не хочешь рассказывать свой секрет, то валяй отсюда Я ловлюсь на спиннинг на педальной тяге Идиота из меня не делай Если не хочешь рассказывать, то уходи Я использую нервущуюся шелковую лестку Ну, то есть обычную нитку Если не хочешь рассказывать секрет, то вали Ну, понятно Магнетизмом приманиваю рыбу Врешь Отвратительная мысль Если не хочешь рассказывать, то уходи У меня особая наживка Поймал же ты как-то эту рыбу Ну, понятно все Я тебе могу предложить тигровую рыбу за твою наживку За супер наживку обычную рыбу, но тогда забудь Ты тогда тоже забудь Да мне вообще пофиг Понравится тигровая рыба Тащи наживку Нет Проваливай Наживка есть Почему я тигровую рыбу не могу взять? Вот идет чистая анимация То есть, что нужно сделать? Ну? Приклеить ее Или стакан соды поставить Нет, ему только наживка Тупик Тупик Так, на катере Боза я давно не был Может здесь какие-нибудь? Мега полезные Мини вещи Из внимания От внимания моего Спрятались Нет, ничего не спряталось Итого Водно утконоса только в рыбе, которую не могу пока схватить Земляного утконоса перетащить в гнездо тоже пока не знаю как И все И сдвинется с мертвой точки То есть, папаша даст заказать столик И мы романтичный гол пригласим Лучший друг механика Это беспечность другого механика Раскидывающего Раскидывающего свои инструменты Ладно, на этот раз хватит на сегодня Мысли как-то остановились, я не могу даже сообразить, почему я рыбу эту не могу взять Рыбака тигровую Сделаю перерывчик, там глядишь, что-нибудь осенит Свежим взглядом в следующий раз А вам спасибо за внимание Всего хорошего, удачи и пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова